Из того, что я знаю, в Мариуполе действительно и облгосадминистрация, Вейского цивильная администрация давала данные, что в Мариуполе умерших может быть больше 20 тысяч. Это действительно соответствует, к сожалению, правде, потому что то, что мне рассказывают и люди, которые выбрались, и то, что видели мы лично, когда находились в блокадном Мариуполе, когда русские террористы с авиацией обстреливают многоэтажные дома, и дом просто складывается вместе с людьми, которые в нем находились. И, к сожалению, таких домов очень много случаев рассказывали и по левому берегу, и по центру. Применение системы Буратино, когда дом фактически как фитиль просто сжигается и со всеми, кто там находился. То есть вот такие вот методы сегодня использует террористическая армия Российской Федерации при пособничестве их коллаборантов от партии ОПЗЖ в Мариуполе. И сегодня есть информация, что уже несколько дней люди просто не могут выехать из города. Русские террористы их не пропускают в сторону подконтрольной территории Украины. Фактически они хотят оставить там для картинки какое-то количество людей. На картинку раздают им гуманитарную помощь для того, чтобы создать картинку заботы. То есть логика какая. Да, разрушили, пришли. Все, что было до 24 февраля у людей, у них это забрали. А теперь раздают какие-то макароны, какие-то консервы и бутылку с водой. Ну вот по такой логике действует Российская Федерация.